Так, все, запись пошла, всех приветствую, всем здравствуйте. Слышно? Я уже не суток, у кого какое время. У меня уже конкретно, у меня уже все темно, я обычно уже в это время спать ладусь, но вот так вот живешь в своей Сибири, понимаешь, отстала жизнь. Приезжай поближе к нам. Итак, у нас сегодня с вами будет разбор кремовых форм, как это красиво называется в технологии, как-то могут красиво говорить технологи, кремовые формы, кремовые продукты, эмульсии. Я сегодня буду немножечко в темпе вальса, чтобы Алису не задерживать и как бы тоже в самой очень много работы. У нас будет сегодня 10 кремов, я хочу начать с того, что в принципе, если мы будем говорить с вами о кремах, как о продукте, они есть базовые, да, то есть какие-то суперпростые, которые там увлажняют, защищают, да, у них небольшое количество каких-то активных компонентов. Есть какие-то уже функциональные продукты, да, то есть которые, к примеру, там могут сильнее увлажнять, есть какие-то, не знаю, антиоксинантные компоненты, какие-то крутые, многое и так далее. То есть у нас, в принципе, есть два лагера. Basic и не basic, как какое-то что-то сильно крутое, но при этом в каждом типе этих продуктов существуют, да, условно, какие-то полюксовые ребята, какие-то подешевле, какие-то средненькие, но при этом всем они будут достаточно сильно отличаться, в принципе, между собой, потому что качество сырья, опять же, как сделана формула, какие были проведены тестирования, опять же, даже цена эмульгатора одного и того же, да, который помните, оно сильно отличается, поэтому даже каждый базовый крем будет достаточно сильно отличаться друг от друга, и очень часто это будет достаточно ощутимо. Так что хочу еще добавить один большой момент, что если у вас есть какие-то серьезные проблемы с кожей, там, не знаю, пигментация, акне и так далее, там, не знаю, сухость, к примеру, сильная, то обойтись умыванием просто хорошим кремом, увы, не получится. Вам нужен какой-то дополнительный уход, пусть это будут, не знаю, какие-то маски, пусть это будут походы к косметологу, либо какие-то, ну, не знаю, сыворотки, к примеру, да. Да, крема не всегда способны справиться с чем-то, потому что их все-таки основная задача – это увлажнение и защита, и от этого никак не уйти, поэтому ждать чудо-чудного, даже ценного крутого крема достаточно тяжело, поэтому мы приступаем к нашим баранам, так сказать, точнее к кремам. Итак, первый у нас, я, кстати, так и не поняла, как он полностью называется, и этот бренд очень часто встречаю. Да, у него есть название Stratia Liquid Gold, да, типа жидкое золото, но он и на цвет как жидкое золото, да? Да. Если так рассматривать его вот с этой классификацией, которую я изначально рассказала, что типа базовый и небазовый, я бы этот крем все-таки отнесла к базовым продуктам, потому что у него достаточно классный состав по липидам, то есть по жирам, да, у нас есть масла какие-то, у нас хорошие эмульгаторы достаточно в этом продукте. Этот продукт, скорее всего, ламеллярную структуру он имеет. Единственное, что мне в этом креме очень сильно не нравится, это его консервация. Да, мы уже обсуждали, да, мы обсуждали уже как-то один продукт, по-моему, мы брали миндальную сыворотку, да-да-да, я оттуда уже запомнила, что консервант такой поганенький. Да, и как бы, ну вот это, типа как бы, доноры формальдегина, парабены, пропивы, не то чтобы там это были какие-то говняные консерванты, которые не работают, они супер работают, но на данный момент этот продукт достаточно недешевый, насколько я помню, да? Ох, слушай, я уже сто лет назад его покупала, но мне кажется, долларов тридцать, и сейчас, может быть, кто смотрит в курсе, я сейчас погуглю пока. В общем, суть в чем, я тоже, я провтыкала как-то цены посмотреть, но суть в том, что, как я продолжаю рассказывать, здесь достаточно классный липидный состав, здесь есть церамиды, здесь есть церамиды производства компании Evonik, они здесь введены в хорошую дозировку, то есть их где-то здесь, наверное, 2%, это классный состав, такой же состав. Вот, вот это церамиды, вот это NP, церамид ОАС, фитосфингазин, холестерол, лаурил лактат, карбонир ксантангам, это церамиды производства Evonik, они очень классные, они не стоят там 10-20 долларов, они достаточно дорогие, по крайней мере, в Украине я закупала небольшую фасовку, больше чем 200 евро килограмм, рабочий вот, в принципе, от 1%, ну, так прям он хорошо работает, 2-3, если честно, поэтому активы здесь взяты неплохие, он реально очень базовый, здесь большое количество масла облепихи. Да, он такой, он красит кожу в такой слегка желтенький, я была с ним, знаешь, такая супер загорелая чика, ну, вот, кстати, если кто-то хочет, ну, условно, летом чуть-чуть быть, быстрее чуть-чуть загореть, ну, чтобы, ну, более приятный тон кожи был, да, вот, этот крем, он будет способствовать. Чем привлекательны масло облепихи? Тем, что в нем есть естественные каротиноиды, да, то есть, что такое каротиноиды? Производственная витамина А. В принципе, это масло дает достаточно неплохой антиэйдж эффект, но сказать, что оно будет вам сильно как-то, не знаю, морщины разглашивать, этого не будет. Но в целом оно, если у вас хорошая кожа, если у вас нету никаких проблем, вам нужно чуть-чуть потянуть эйджинг, скажем так, эйджилась сделать вашей коже, этот крем будет идеальным. Но если у вас есть проблемы с микрофлорой кожи, этот крем я не рекомендую из-за его консервации в целом. И плюс такой еще момент, есть вероятность того, что он может немножко подзабивать поры. Такое тоже. Здесь мало эмолентов каких-то, есть диметикон, на моей коже, к примеру, диметикон чуть-чуть нехороший, и у меня, к примеру, этот крем подзабил. Хотя тут большое количество неоцинамида достаточно, то есть как бы в теории ничего такого не должно происходить. В принципе, состав крема на троечку, с пятерочки, но цена... Ну цена, да, я сказала, что раньше был дешевле, но все раньше было дешевле. Ну, я вообще хочу сказать, что сейчас мы сделаем новые закупки сырья, и я офигеваю. Потому что те же каприловые триглицериды выросли в цене где-то до четырех раз. То есть готовьтесь, скоро косметика будет стоить еще дороже. Поэтому, ну, качество стоит денег. Наш любимый бренд. Да, это новинка, он вышел вот-вот-вот, его еще даже у нас нигде нет, у России, сейчас только приодер. Но мне интересно просто твое мнение о составе, потому что позиционируется как такое прям, знаешь, спасение нашей кожи, как говорится, спасение утопающих. Но, зная илайт, мне кажется, что у них, в принципе, все неплохо должно было получиться. Скажу так, скорее всего, крем просто обалденнейший. То есть они вот его даже называли молекулярный, барьерный, рековер, я не знаю, как это. Восстанавливающий крем-бальзам. То есть это тот крем, который он будет такой, знаете, скорее всего, похожий, типа, чуть-чуть как вот сливочный какой-то крем. Скорее всего, такой будет иметь текстуру. Мне очень сильно порадовало то, что в составе этого крема у нас есть... Кто смотрел этот вебинар в Эксперт-клубе, там я рассказывала об этом. Это производные холестерола, то есть это прекурсоры. Это очень классная штука. Прекурсоры после этого вебинара просто преследовало меня очень долго. Мне кажется, мы сказали слово «прекурсоры» примерно сто раз. Ну, я все-таки, я повторю, ну, может, кто-то это не слышал или я не говорила. Там все говорят, вот, церамиды в коже, это классно, вот нужно там использовать эмаленты. У меня недавно с клиентами была целая дебата, что там скандаль маленький вышел. Потому что вот давай эмаленты будем брать, не будем брать какие-то жирные масла в крем, говорю. Будем брать готовые церамиды. А я говорю, а зачем только брать кожу, все готовое? Кожа должна вырабатывать из чего-то эти же части ее, да, структурные. Почему кожа все готовая давать? Она же будет лениться в какой-то степени. Она привыкнет, и все, без этого крема не сможет житель, в принципе, без каких-то кремов. Все равно я, к примеру, привержен из того, что я не каждый день пользуюсь косметикой. То есть я умываться умываюсь, и все, иногда, недели две. И при этом кожа моя, ну, как бы себя хорошо ощущает на данный момент. Поэтому это, кстати, вон наш красавчик Игнат. Да-да-да, я вижу, вижу его. Так, в общем, мне очень, я когда этот крем посмотрела, думаю, боже, боже, какие классные. Говорю сразу, компонент супердорогой, стоит больше 200 евро в закупке, то есть у производителя. И здесь его достаточно хороший водок, скорее всего, где-то в районе 1%. Состав в целом достаточно чистый, то есть если мы говорим о каких-то там диоразлагаемостях, экологичности, состав просто персик. Скорее всего, это будет ламеллярная эмульсия вот за счет вот этого товарища. Это ламеллярный эмульгатор, он достаточно бюджетный, он недорогой. Это производитель басов, если я не ошибаюсь, но он очень делает прикольные, интересные текстуры, от таких легеньких до каких-то плотных. Я с ним когда-то работала, он такой, интересный товарищ, достаточно. Потом у нас в составе есть здесь еще такой ингредиент, который чем-то похож на сквалан, только это чуть-чуть другая растительная версия. Это вот этот, это 12-15 алкел-бензоат. Эта штука будет усиливать очень сильно впитываемость. То есть крем, даже за счет того здесь большое количество липидов. Здесь, опять же, по-моему, нет, здесь другая форма этих церамидов. Но, суть в чем, крем-то такой жирненький достаточно будет, как бальзамчик, какой-то бата, но при этом он будет достаточно быстро впитываться. То есть это тот крем, который подойдет, в принципе, и жирной кожи, и сухой кожи. То есть он будет такой универсальненький достаточно. Но жирной кожи, скорее всего, на утро будет не очень хорошо. То есть, скорее, не в прохладное время, да? Ну, да, хотя, кому как. Есть разная жирная кожа, если честно. Ну, да, моя, кстати, жирная кожа, ну, то есть если условно, да, говорить о том, что моя кожа склонна к жирности, скажем так, но при этом она очень любит, знаешь, все какие-то баттерные, плотные текстуры. То есть они у меня спокойно усаживаются, и там нет никаких проблем. Слушай, а я хотела спросить, а вот здесь салициловая кислота, она здесь в качестве консерванта? Так, подожди, а где она? Последняя строчка, последняя строчка. О консервантах. Значит, здесь, скорее всего, вот это то, что у нас находится в конце, у меня такое впечатление, что это, скорее всего, идут консерванты в каких-то компонентах. Потому что феноксид, оно обычно чуть-чуть раньше находится, а если вот сарбат, та же салициловая кислота где-то не в конце, скорее всего, они входят в состав каких-то активных компонентов. То есть это не то, что ее отдельно ввели, она здесь как условно как соконсервант и просто составляющая какого-то актива, не более. Опять же, здесь есть экстракт опунции. Мне кажется, что это, эти, как они называются, есть один вариант, либо это терменты опунции, это первый вариант. Второй вариант, это производителя мебель, аквакактин называется, актив. А это производные из опунции, и суть в чем? Он снимает зуд, он супер увлажняет кожу, он подходит для супер поврежденной кожи. То есть если это, к примеру, что-то из этих двух, он будет достаточно классно работать вот на это именно восстановление. Плюс здесь есть церамиды, есть чуть-чуть пептид, вот этот, пальмитил-3-пептид-8, он тоже будет классно работать. Но фишкой состава является вот этот товарищ. Я даже отдельно его выделила. Значит, это достаточно такой, ну я не скажу, что старый компонент, он какого года? Восемнадцатого года выпущен, опять же, та же компания Мобель Биокемистри. Чем примечательны активы этой компании? Первое, это швейцарская компания, которая очень сильно задалбывается по поводу инвитро и мива-тестов. Второй момент, они производят компоненты для БАДов и для фармации. То есть это серьезная фармацевтическая компания, которая работает, скажем так, со здоровьем. И косметика у них идет как, ну я не скажу, что это... Как побочные. Ну, не то, что же побочные, как дополнительные. Ну, то есть они мощно в косметике работают, они работают именно только на активные вещества. То есть функционала, в принципе, вы у них не найдете. Это какие-то суперинтересные ингредиенты, которые иногда у меня просто мозг взрывается от них. К примеру, они специализируются на достаточно серьезных таких заболеваниях, как дерматиты, псориазы. У них есть активы, которые действительно суперкруто работают с этими заболеваниями. У них, к примеру, есть бета-глюкан форта. У них прямо на сайте можете посмотреть. Их производят, по-моему, из дрожжей, которые бродят, когда хлеб делают. И к этому бета-глюкану присобачили магнит. И этот бета-глюкан, он суперклассно работает с успокоением кожи, с псориазом. То есть там такие суперисследования. Компонент не новый, но он такой рабочий, низкая очень дозировка, уже дает достаточно крутые результаты. Так вот, еще одна сторона вот этих активов, которые они производят, это стволовые клетки. То есть я думаю, все слышали о стволовых клетках яблока. Именно в деле их производят. То есть у них очень много разных интересных технологий и каких-то активов, которые работают прям вот. Можно взять базу какую-то не очень, там, той же сыворотки, добавить там в верхний потолок какого-то актива, и сыворотка будет огнище с их активами. Так вот, MuscleTech в этом креме, ну, Baume назовем даже больше, он введен в максимальной дозировке. Это производитель указывает на сайте 2%. И мы видим по спецификации, что 2% здесь самая высокая дозировка, в принципе, и есть. То есть они не поскупились. Он достаточно небюджетный компонент на самом деле. И то есть с чего я могу сделать вывод, что состав, я и так вижу, что он не дешевый. Он не дешевый, не дешевый очень сильно. Поэтому этот крем, скорее всего, будет стоить своих денег. Вот тут вот есть немножечко описание MuscleTech. Вот и его, это изомальт и фитол. Это, по-моему, из этих производят с, боже, как это называется растение, с мха какого-то. Там на сайт можно зайти, посмотреть, там есть видео, как вот этот мах ворачивание. Я ее прикреплю потом в описании к видео. Хорошо, договорились. Ну, потому что действительно интересно, кто интересуется очень плотной косметикой, кто хочет посмотреть, какие-то ингредиенты производятся. Вот на сайте Мебель можно найти кучу спамедо-исследований. Это все в открытом доступе находится. То есть они супероткрытые. И вот кто хочет больше узнать чего-то, там какие-то конкретные инвиво, инвитро-исследования, посмотреть, как они там проводились, вы можете на этом сайте посмотреть. Так, вернемся к крему. То есть мы понимаем, что MuscleTech тут очень много. При этом, смотрите, его 2%. И вот мы сейчас его частички найдем, вот фитол у нас где, практически в конце. Видим? То есть с чего мы можем сделать вывод, что даже те активы, которые вводятся очень много, могут находиться в конце состава. Поэтому все те, кто рассказывает, что если оно не в начале, оно не работает, идите все, так сказать, поучитесь в университет. Так что, в общем, как успокоение, здесь достаточно высокая дозировка бисоболола. Бисобололы суперразные бывают на самом деле. И один производителя от одного он будет работать, другого не будет. При этом какая-то странная фигня в целом, потому что одни производители присылают. Наш бисоболол работает 0,1%, а другой от трех. Ну. Я надеюсь, у них здесь хороший бисоболол. Ну, я надеюсь, что как бы если они на другие активы не поскупились, то я думаю, что уж. Ну, скорее всего, да, это просто не та компания. Что в целом хочу сказать. Крем этот не базовый, это крем, который будет идти реально на восстановление. То есть если это жирная кожа, то это будет очень круто действительно на осень, на зиму, когда вот такая вот погода тусклая, когда хочется напитать кожу, сделать ее как-то, не знаю, живее. Еще как вариант, это крем, скорее всего, может быть как спаситель. После ретинольчика какого-нибудь, кислотки. О, да. Особенно после кислот он будет давать суперклассное восстановление, защиту. Чуть-чуть такую слабую окклюзивную пленочку, которая даст коже прорегенерировать, нормально восстановиться, чтобы она не повреждалась там в течение дня. Поэтому, кто может его себе купить, попробуйте и расскажите, потому что я не знаю, где его у нас заказать, если честно. Мы с Катей его попробуем и тебе расскажем, не переживай. Да надо заказать где-то его, не знаю, что у нас покупают его где-то. Не знаю где, но надо купить где-то. Да, 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 есть, есть, я точно знаю, что есть. Следующий кремчик. Кстати, интересный такой бренд. Мне очень сайт их понравился, такой забавненький. Да, я у них что-то попробовала. По-моему, у Крыла я попробовала все, да, мне кажется, все я попробовала. Ой, и как, он кто-то получил и попробовал? Да, Ирина, расскажите нам, напишите нам свое мнение. Ой, и как вам? Как первое впечатление? За неделю, правда, многое не могло, ну, тяжело сказать, но в целом какие-то эффекты уже могут быть понятны. Хотя бы текстурно, как впитывается. Усторга пока нет. Может, у вас все хорошо. Ну, да, кстати, вот это всегда проблема есть, знаешь, в чем? Когда есть завышенные ожидания или у человека очень, ну, вот я часто с этим сталкивалась, даже я, человек, который, как бы, в принципе, ну, мне на защитный барьер грех жаловаться. То есть у меня для него дома есть все, знаешь, чтобы ублажить его. И, то есть даже я купила этот бустин-бадр, который мы с тобой вот дальше будем разбирать. Он кайфовый, классный. Ну, то есть, но у меня нету такого, что вау, он изменил мою кожу за ночь. Мне кажется, если бы моя кожа была убитая изначально, то, конечно, мне кажется, я бы почувствовала результат, да. Ну, то есть это логично, исходя из каких, скажем так, исходных данных мы идем. Текстурно лучше, чем бежевый лазь. А вот мне, кстати, бежевый лазь так понравился. Да, запись будет на ютубе, можете зайти, посмотреть. Да, да, запись обязательно будет. Ну, вот да, 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 он на кока-дермавидос действительно о чем-то должен быть похож. Только он более активный. Если кока-дермавидос, ну, мы дальше о нем поговорим, не будем забегать вперед. Да, по поводу этого актива, крема, прошу прощения, я, с одной стороны, его понять не могу, его состав, с другой стороны, в принципе, в нем что-то есть. Нет, ну да, при учете, что это сыворотка, которая как бы крем, потому что я не знаю, почему они назвали ее серумом, потому что это полноценный такой вот, ну, как крем-крем, да, то есть вот ты его выдавливаешь, он выходит, ну, конкретно выходит крем, и пахнет он вот этим масло-таману, от которого многие просто выворачиваются наизнанку. Да, вот Катя у нас тоже, она не может им пользоваться маслом-таману, она как этот запах чувствует, у нее сразу все, рвотный рефлекс. А мне настолько нравится, что как-то, ты знаешь, я... Я тоже его обожаю. Я тоже его обожаю. Короче, рассказываю, почему они назвали его серумом. Здесь есть несколько причин. Да, масло-таману просто... Сейчас о нем немножечко больше расскажу. На нем есть исследование даже, то есть это, скажем так, масло-актив в какой-то степени. Ну, в принципе, многие масла такие, но, короче, суть в чем. Первое. Как вы думаете, что будет лучше продаваться, серум или крем? Ну, видимо, серум. Ну, видимо, серум. Это первое. Второе. Так как масло-таману здесь действительно высокое содержание, да, и оно там и душок какой-то определенный дает, да, то есть это сыр, здесь, скажем так, маркетинг построен на этом масле по факту, как я понимаю, да. И это масло, есть просто определенные там производители по-разному производят разнообразные масла. И есть масла, которые там контролируются их производством, начиная от растения, да, то есть они вот посадили там какую-то травку, муравку деревца, и они за этим деревцем, они реально к ним уходят, они берут листочки, делают пробы, смотрят, сколько какого-то там вещества находится, как там надо, чем его подпитать, чем не подпитывать. Ну, короче, они действительно запариваются, и эти масла, они, каждая, скажем, партия, она высокоактивная. То есть это не просто там какой-то этот, собрали, не знаю, там, как у нас подсолнух, да, собрали, масло отжали и погнали. Нет, здесь все достаточно серьезно, это все тестируется в процессе производства и так далее. Так вот, здесь таману является активом. В чем суть этого масла? Вы знаете, что оно по факту дает SPF защиту в районе 20? 20 показателей, то есть мы ощущаем, это много. То есть это в принципе можно нанести этот крем и ходить днем, ну вот там летом, ну, если там еще прятаться где-то, то в принципе можно спокойно ходить и не париться за там какие-то разрушения возрастные. Но самая главная проблема масел с их SPF, это я сейчас, ну, не то, что я говорю от себя, там, каких-то с этих, с форумов девушек, действительно есть исследование, что действительно эти масла защищают. Но нету никаких международных методик точных, которые бы на 100% давали гарантию, что вот здесь такой вот SPF конкретно есть. Поэтому говорить о том, что масла защищают от воздействия солнца, в прямом смысле, ну, вот так вот, чтобы прям четко было, юридически никто не имеет права. Поэтому об этом все как бы говорят, но это как бы, типа, сказать сильно сложно. Но по факту это действительно есть. Защищают от разрушения ДНК, восстанавливают кожу, питают. Ну, короче, там она вообще суперклассная фигня. Ну, как фигня, не фигня, а маселка. Которые, вот если у вас есть проблемы с кожей, прям такие, ну, прям ух, и, ну, вы привержены из-за того, что я хочу пользоваться всем максимально естественно, мне вот эти все ваши ретинолы, ретимины, это пошли вы нафиг. Какой-то простой кремушек с маслом таману, каким-то миндальком, тра-та-та, и буду вам счастье, в принципе, по жизни. Да, от морщин вы не избавитесь никогда, в принципе. Но в целом кожу себя будет ощущать классно. В остальном сказать, что крем, у него есть какая-то уникальность, уникальность, что-то такое интересное, я не могу. Меня заинтересовал один компонент очень сильно, к сожалению. Я его где-то встречала, но я о нем не могу найти информацию. То есть вот этот гликозил треголоза. То есть это эфир треголоза и глюкозила. Обычно такие компоненты, в которых есть вот этот остаток глюкозил, они имеют очень высокую антиоксидантную активность. Сама треголоза по себе это очень классный увлажнитель и антиоксидант. Есть исследование, что треголоза в чистом виде еще имеет дезодорирующие свойства. Знаете, если у людей иногда пот пахнет прогорком таким, особенно у людей, которые, бабушки, дедушки, иногда у молодых людей такое бывает, ну специфика организма. Так вот, треголоза подавляет такие запахи. Почему это происходит, никто доказать не может. Но есть исследование, что такое действительно происходит, там, на стариках, в престарелых домах. Это все исследовали японцы. Треголоза, насколько я знаю, производит только в Японии. У них патент на этот. Так вот, вот этот компонент, глюкозил треголоза, он, скорее всего, обладает очень сильными антиоксидантными свойствами и супер увлажняет. У него есть вот это чуть-чуть защитных свойств. А так, в целом, крем на свои 28 долларов суперклассный, супербазовый. Если вы сухокожек, у вас есть какие-то проблемы там с барьером, и вы не боитесь отродительного запаха, ну для кого как, мне нравится запах его. Мне тоже нравится. То это тот крем, которым можно пользоваться на протяжении года, он, скорее всего, вам не надоест, потому что он не сильно такой тяжелый по текстуре. Да, он достаточно комфортный, то есть я его использовала и в тепло, и в прохладу, мне было вообще очень комфортно с ним. Даже невзирая на то, что тут достаточно большое количество полисарбата 60-го есть, но тут, к примеру, я понимаю, почему они взяли вот этот полисарбат, потому что, в целом, состав у них недешевый. У них хорошие эмоленты, они взяли оливы М1000. Почему? Мне в основном тоже нравится. Да, всю сыворотку отдаёшь. Прошу прощения, у нас в русске как раз. То есть этот крем, в чём суть? Почему здесь, к примеру, полисарбат 60-й в начале? Потому что обычно, если посмотреть формулу, в очищающих каких-то средствах полисарбата могут быть в начале, а в кремах они обычно, ну там, серединка или конец. Из-за того, что там она 10%, а там достаточно есть такие, ну, вязкие фракции масла, оно само по себе такое, знаете, уже на что же оно похоже? На устой, наверное, кефир какой-то, вы знаете, такой, или как эта ряженка только сбродит, вот такой, что ложкой можно кушать бабушке в детстве в себе. Вот где-то такое масло хорошее на вид, ну, там, при разных условиях. Чтобы сэмульгировать это всё, чтобы крем не расслоился, чтобы он был более стабильный, и чтобы, с одной стороны, это масло там она лучше впиталось. Потому что 10% масла, плюс тут ещё других, здесь, наверное, в целом где-то порядка 25-30% в масляной фазе, это немало. Поэтому, а, плюс другой момент, скорее всего, полисрабат, он ещё чуть-чуть у нас разрушает барьерные функции кожи, и, как бы, чуть-чуть глубже что-то проходит. То есть, как бы, в целом, скажем так, мне понятно использование таких компонентов здесь. То есть, и здесь мой любимый пентавитин, сахарид из Амират. Обожаю. Это очень классный производитель DSM, либо же клориант, может быть. То есть, там два ингредиента, ещё кто-то может быть. Я пользуюсь DSM-овским. Суть в чём? Это увлажнитель, его любят корейцы. Ну, это, а, нет, это Крейф, это Корея, США, что-то там. Вообще, это кореянка, но как-то там оно всё у них там... Да, что-то непонятное. Ну, в общем, корейцы, корейцы, они и в Америке корейцы. Да, кони-люди смешались. Так, в общем, суть в чём? В чём уникальность этого компонента? Он считается антиполюшен в каком формате? Он очень круто увлажняет кожу, раз. И, второе, он снимает красноту и зуд. В принципе, таких компонентов сейчас достаточно много уже появилось, либо они просто накопились с годами. Но это один из немногих достаточно бюджетных и суперэффективных, которые дают какой-то результат в ближайшее время. То есть, условно, на следующий день вам уже может стать легче после него. Таких компонентов, на самом деле, мало. Поэтому состав очень классно сбалансирован. Он будет увлажнять, будет питать, будет работать на восстановление барьерной функции кожи, невзирая на полисерват. По идее, здесь как бы должна была бы быть ламлярная эмульсия, но здесь, скорее всего, прямая. Потому что у нас есть полисерват плюс большое количество масла. Здесь было бы логично сделать прямую эмульсию, чисто для того, чтобы улучшить впитываемость и увлажняющий эффект, чтобы не было вот этой тяжести. Потому что ламлярка с большим количеством масел, она такая, ну, так себе по текстуре, по впитываемости. Но в целом сухокожиком этого продукта может быть мало, кстати. Ну да, потому что он больше, конечно, если мы как крем говорим, то в качестве крема он больше жирнокожиком. Сухокожиком, мне кажется, в качестве сыворотки. Еще, чем мне понравился этот крем, ну, то есть, скажем так, я бы его купила попробовать, и он бы мне понравился, скорее всего, потому что я такие продукты люблю. Здесь очень классная система консервации. Здесь используются эксандиолы, глицерилкаприлат, пентиленгликоль и каприлогликоль. Скорее всего, они тоже входят в состав каких-то активов, но они могут быть и добавлены отдельно, потому что это компоненты, если их много, вот таких вот гликолей, скорее всего, они имеют антимикробную защиту, то есть здесь построено все на антимикробных защитах, то есть это не прямые консерванты, это очень круто. Вот это современные уже консерванты, они как liquid gold, привет восьмидесятые. Ну, в целом, кремчик мне нравится, или сыворотка, крем-сыворотка, назовем это так. И невзирая... А еще тут, кстати, момент, здесь очень много пропандиола, то есть его где-то, наверное, в районе 50% такие есть. Пропандиол, в принципе, является энхансером, то есть усиливает проницаемость кожи тоже. Поэтому я бы вот этот крем, в принципе, закрывала, потому что многие могут быть маловато, потому что пропандиол, он с одной стороны увлажняет, а с другой стороны через какое-то время может быть ощущение сухости за счет того, что просто это ж фумектант, они у нас на тяблуют воду, либо из кожи, либо с внешнего этого. Если как бы сухо в помещении, может быть ощущение сухости, как вариант, поэтому такое. Но суть в чем? Хороший продукт стоит своих денег на все 300%. Ура! Да. Ну я не могла его не добавить, он пришел... Я его не могла. Ну, слушай, я попробовала. Я же ведь долго вокруг них ходила, и с одной стороны, и с другой стороны, и знаешь, вот эта жаба моя внутренняя, мне говорила, Алиса, ну на кое? Баночка красивая и суперкапец какая. Баночка суперкрасивая, да. Причем я сначала попробовала версию рич. У меня две версии обычная и вот рич. У нас как минус 20-то было, минус 25 я попробовала. Знаешь, в минус 25 я тебе могу сказать прекрасный крем. Когда ты выходишь на улицу, а за бортом минус 25, то как бы твое лицо такое сери... Хух! Слава богу, мы намазались чем-то хорошим, потому что если бы это было что-то нехорошее, мне кажется, я бы там померла. Но что я могу сказать? Вот это как бы вот мое ощущение. То есть я перепробовала, наверное, 100-500 кремов барьерных, небарьерных, ламилярных, неламилярных, всяких разных. Но это кайф, да. То есть это кайф, это приятные ощущения на коже, это хорошее увлажнение. Но стоить так дорого, мне кажется, что это, бляха, неприлично. Ну это просто... Слушай, ну мне кажется, что один крем стоит в районе 20 тысяч рублей. Это дороже, чем институтом? Дороже, чем институтом, причем даже дороже, чем у нас в России институты продают. Поэтому это, да, где-то стоит в районе 20 тысяч рублей одна упаковочка, ну один вот этот вот крем. Поэтому я считаю, что да, он, конечно, приятный, комфортный. У меня ничего нигде не забилось, ничего нигде не вылезло, мне было классно, приятно. Но, блин, мне было классно, приятно много раз в жизни и за меньшие деньги. Да, поэтому как бы у меня просто вопрос. Может быть, там есть что-то, знаешь, какая-то там слеза единорога, там еще что-то, что-то такое необыкновенное, которое стоит там миллион долларов за килограмм. Сразу такой вопрос. Где-то пишется, какая там форма эмульсия на сайте, потому что я ее не нашла. Да, они заявляют, что вот этот вот как раз их ТФС-8, это у них ламилярная, запатентованная технология, это ламилярная эмульсия с натуральным увлажняющим фактором и витаминами. То есть вот они вот эту вот эмульсию ламилярную с нуфом и какими-то витаминами, они ее запатентовали. Ну, я тебе скажу так. Я сначала смотрела, ну, боже, чего он так, ну, типа, ну, сказать в целом по составу, что в нем есть какие-то слезы единорога, я не могу. То есть в целом состав, опять же, оценим с точки зрения экологии, он достаточно чистый, тут хорошие компоненты, здесь не поскупили, здесь есть цинк-ПСЕ, при этом все, цинк-ПСЕ и башоголь, здесь есть два пептида, хороших пептида, которые работают достаточно хорошо, они здесь тоже в нормальной дозировке. Потом разнообразные векторные аминокислоты, ну, то есть, ну, как разнообразные, аланин и блютамин, фенилаланин, ну, то есть, как бы, ну, как бы есть, да, они работают все в низких дозировках, и здесь они, скорее всего, взяты по максимуму. Плюс есть тут гидрогенизированный вот этот лецитин, который является и эмульгатором, и активным компонентом какой-то, ну, я его считаю активным компонентом, потому что он встраивается в нашу кожу, да, в клетки, тра-та-та, но... Как тебе, бляха, тут ламеллярка, объясните мне, потому что это реально обратные эмульсии. Ну, вот они заявляют ламеллярную. Но есть какой суть? Есть ламеллярные эмульсии, они чуть-чуть тоже разные вот построения, да, у нас есть классическая эмульсия прямая, обратная, да, там, типа, вода нанаружу, вода внутрь, да, там, вот от этого зависит, да, в ламеллярке где-то есть тоже такой же прикол. Может быть, за счет того, что здесь гидрогенизированный лецитин, здесь действительно ламеллярная эмульсия, но вот эти эмульгаторы, полиглицерил-4-алиат, полиглицерил-6-алиат, это реальный эмульгатор для обратной эмульсии. Скорее всего, эта эмульсия была приготовлена холодным способом. То есть, да, обычно классические эмульсии, вот, к примеру, вот предыдущий крем, он делается горячим способом, да, то есть у нас греется жирная фаза, греется водная фаза, там, 70-80 грандусов, смотря какой эмульгатор. И это все эмульгируется на горячую. Здесь, скорее всего, не было никакого термической обработки, да, условно. И в целом, как бы, здесь достаточно большое количество тогда масел, по идее, здесь очень классный, кстати, крем, он такой плотный, но при этом он не сильно тяжелый. Вот, при учете, что, как бы, я думаю, версия речь. Ну, ладно, я думаю, что на улице так сильно холодно, я намажусь. Но я тебе могу сказать, что, в принципе, я нанесла, и еще до того, как выйти на улицу, ну, то есть буквально там 20-30 минут, я просто провожу по коже, а она, понимаешь, она бархатистая, но нету ощущения крема на лице, нету липкости, нету ничего. То есть просто комфортно, знаешь, вот я за что, например, люблю ламелятки, они у меня впитываются в ноль, но при этом, как бы, ты чувствуешь, что кожа, вот она в кайфе. То есть ей ни сухо, ни жирно, ни липко, ни много, ни мало, то есть вот в самый раз. И здесь было то же самое. Ну, смотри, рассказываю, почему это так происходит. Во-первых, почему сейчас, к примеру, нынешние колд-кремы, да, обратные муссии, они такие классные. Сейчас есть новое поколение эмульгаторов, да, там уже 150-е, условно, да, назовем его так. Так, и суть в чем, у нас именно формируется вот это мицелло, которое нанаружу масло, а внутрь вода, да, то есть у нас осталась структура обратной эмульсии, но если раньше были такие эмульгаторы, тот же оливат, оливат какой-то там, забыла, сарапитан оливат, по-моему, это является обратный эмульгатор, ну, в общем, надеюсь, я не ошиблась. Там суть в чем, в обычных классических обратках должно быть масло, условно, 90%, и воды 10%, чтобы у тебя эта обратка работала нормально, просто нужно электролитов добавить, мульон 500, чтобы она была достаточно, ну, такой стабильной. Так вот, нынешние эмульгаторы, как они работают? Масло может быть 15%, и у тебя будет вот это мицелло, которое снаружи масло, которое впитывается, ну, хорошо защищает кожу, да, а водичка внутрь, вот, скорее всего, здесь где-то так же, то есть в ламеле, там, в ламелярке, там же вот эти пласты идут, но, в принципе, там же есть те же самые мицеллы. И в зависимости от того, какой эмульгатор, как это приготовлено, тра-та-та, тоже у них есть либо водичка, либо маселка. Скорее всего, это вот тот вариант, там, где масло нанаружу. Но, если бы я, ну, типа, они бы это не написали, что пакет, я бы сказала, что это обратная эмульсия в чистом виде. Но суть в чём? Почему она такая лёгенькая? Это вот эти эмульгаторы, это раз плюс лицетин, вот это гидренизированный, он тоже такую интересную текстуру всегда даёт. Сквалан, это у нас классный летучий эмолент считается, да, этот легко распределяемый, он впитываемость классно сделает. И его здесь много. Извините, мне сказала, она больше, чем глицерина, на минуточку. То есть они не сэкономили. Ну, это разница, хотя бы не экономили. И вот этот Кока-Каприловат Капрад, это тоже быстро, ну, вот этот растекаемый эмолент, он даёт вот это бархатистое ощущение и хорошую впитываемость. Поэтому то, что здесь масло вначале подсолнечное, этого абсолютно ничего страшного. Но в целом, ну, не стоит он как крыло самолёта, ну, серьёзно. Нет, ну, я в принципе считаю, что, мне кажется, ни одна косметика, ну, это уже какой-то вот идёт лёгкий ту-мач, который ты переплачиваешь за бренд, за упаковку, за маркетинг. Ну, то есть, по крайней мере, радует, что хотя бы это не, знаешь, есть какой-то тяжёлый люкс, который там стоит 20-30 тысяч, ты его покупаешь, а там как бы, ну, такая себе история. Здесь ты хотя бы покупаешь, ну, он хотя бы неплохой. Это уже радует. Ну, в тяжёлом люксе, извини меня, ты платишь за упаковку, и ты платишь за текстуру. Ну, да, здесь и упаковка, и текстура, всё прекрасно. Радует, что и наполнение, в принципе, тоже. Я не, ну, то есть, я в целом не могу сказать, что он стоит своих денег, но если разобраться, если у вас есть деньги его покупать, вам нравится очень сильно упаковка, то, пожалуйста, состав на самом деле хороший. Плюс здесь достаточное кодиличество масла Энатера, да, это вечернее я примула, большое количество омега-кислот. Будет очень классно восстанавливать барьерные функции кожи, это первое, второе, иметь антиэндж-эффект. Третье, для любого типа кожи это будет классно. Ура! Поэтому, как бы, я не могу сказать, что крем, как бы, супер, вот это слово вот такое вот. Офигительный. Да, офигительный. Но он и неплохой, то есть, если у вас есть деньги купить этот крем, вы хотите его там попробовать, как бы плохо он вам точно не сделает. И поры, кстати, вот это тот момент, когда продукт не будет забивать поры, невзирая на большое количество масла. Ну, разве что у вас там какая-то склонность есть. Поэтому, в целом, как бы, нормально. Вечернее примула, это, если мы берем там разбирать, это масло, да, это растительное масло, в котором большая активная фаза. В этом масле большое количество ненасыщенных жирных кислот, то есть, линолевое, линоленовое, вот эти все. Да, это, кстати, то масло, которое хорошего качества, здесь, скорее всего, оно хорошее, оно стоит безумных денег. То есть, там, 200-300 евро за килограмм, это не дешево, такие деньги стоят классные активы. Так вот, оно будет восстанавливать барьерные функции, оно будет прекурсором для цераминов, и, в целом, оно будет разжижать севу, да, то есть, для жирной кожи это будет очень классно, потому что у нас липид, да, наш себум, он будет более, ну, жидкий, подвижный, он будет нормально распределяться, у нас будет ощущение того, что у нас меньше жира выделяется с кожи, да, то есть, к примеру, я в своих формулах, ну, нет у нас хорошего масла вечернего примула, потому что оно уже все приезжает, и оно, извините, у меня пахнет рыбой. Да, либо нехорошим женским заболеванием вагинозом, да, то есть, вот такой вот запах, ну, кто, всем это девочки, ну, в основном девочки, извините, простите, здесь есть мужчины, то есть, мы, к примеру, не можем его использовать, ну, потому что, ну, типа, покупаешь дорогое масло за безумные деньги, оно уже как бы не алло. Так вот, пахнет, ну, обычным маслом, насколько я знаю. Честно, я даже в своей жизни не встречала нормального качества масла Энатера, вечерней примула, я вам говорю серьезно, ну, то есть, хотя я в своей жизни повидала уже достаточно много за свои салом, ну, мне кажется, тоже не очень хорошее, потому что это уже какие-то моменты, когда вот лепит прогоркает. Так вот, чем я, как я вышла из ситуации? Я просто покупаю витамин F, линолевой, линоленовой кислоты, все, они стабилизированы, идут токоферолами обычно, это продуктивный компонент, там немцы в основном этот ингредиент производят, и я себе те же свойства переношу в крем. Поэтому мне, к примеру, клиенты иногда говорят, боже, ты столько жирных масел, там, не знаю, виноградные, ши, авокадо положила, это же будет жирная кожа, надо забивать. Я говорю, вы попробуйте. А потом с вами поговорим, а там витамин F3%. Ну, то есть, как бы, вот такие моменты. У них была возможность купить это масло НТР, как бы, естественном виде, то есть, как бы, я все равно согласна с тем, что я сейчас пришла к тому, что я люблю инновационные компоненты. И, кстати, мне понравился ретинол, господи, прости меня, пожалуйста. Я тебя не кусала. То есть, если я там говорила недавно, что, ой, не люблю ретинол, то, как бы, я его попробую. Ну, я сама себе сделала ретинол, естественно, поэтому, как бы, ну, типа, мне понравилось, так, как я сделала. Ну, короче, суть в чем. Но чем естественная форма какого-то компонента, ну, да, там, условно, тот же витамин есть, есть токоферол, ацетат, да, эфир, а есть токоферолы, смесь просто. Естественно, нужно выбирать токоферолы, потому что это более естественная форма и более природная, кожа более понятна. То есть, короче, все равно мы должны быть ближе, хотя бы стараться ближе к природе в какой-то степени, не все. Так что, в общем, суть в чем. Если у вас есть деньги, вы хотите красивую бутылочку, и вам не жалко, пожалуйста, покупайте суперклассный крем. Ну, сказать, что... А предпоследние давать не надо, и даже предпоследние тоже не надо. Да, да. То есть, если у вас есть возможность потратить, ну, потратьтесь. Плохо вам точно не будет. Ой. Сколько он стоит? Ой, смотри. Мне кажется, в районе... Что-то в районе 7-8 тысяч рублей. Ну, в принципе, нормально. Итак... У меня уже вторая банка. Ну, какой Дермавидос? Это вообще супер уникальный бренд, потому что если вы зайдете на его сайт, там у корнеотерапии такое количество исследований. Вы просто обалдете. Я скажу вам так. Можно учиться на косметолога по сайту Коко Дермавидос. Да, 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 да. Я перечитала его весь. Поэтому там очень много информации, и она вся очень научная, и они ее отбирают. То есть, в целом, бренд очень классный. Они очень так сильно и скрупулезно подходят к выбору сырья. То есть, здесь не будет каких-то, знаете, непонятных интересных продуктов. То есть, никто не пытается сэкономить, в принципе, на качестве. И у них такой подход. Лучше меньше взять ингредиентов, не напихать туда миллион пятьсот штучек, но при этом взять их в хорошие высокие дозировки и хорошее качество. И тогда будет эффект больше. Суть корнеотерапии в целом, ну, если так, с точки зрения меня, ну, когда, как технолога, как химика, это тот момент, когда вы в крем не засовываете, ну, продукты, в принципе, любые косметические, не засовываете ни один компонент, который потенциально может дать какое-то растражение, провоспалительную реакцию, какое-то покраснение и так далее. То есть, если эти продукты кому-то и дают какую-то аллергию, то, скорее всего, действительно супер индивидуально. То есть, в целом продукты сделаны супер нейтрально. И вот что такое корнеотерапия в целом? Это когда в составе нет активных компонентов. Есть только функциональные в какой-то степени. Он сейчас тут что-то пишет. ДМС – это что-то просто запредельное. Лучше крема я просто не встречала. Закончу все банки, буду сидеть на нем идеально. Ну, я вам сейчас по поводу ДМС-эмульсии чуть-чуть этот... Я не спец в этом, но я вам, скажем так, расскажу, как я понимаю это все, все моменты. Устанавливать лучше всех вышеперечисленных кремов после кислоты ретинола. Пробовала все, и дорогущие, и предыдущие креми, и институты, и вообще все наносила, когда кожа орела и щипала при любом нанесении. Значит, смотрите. Сейчас очень модно говорить о ДМС-эмульсиях, о ламеллярных эмульсиях и так далее. Но в принципе, что ДМС-эмульсия, да, это как бы типа ламеллярная эмульсия без эмульгатора в какой-то степени. Но я бы назвала это так. Это в моем понимании. Я, может быть, не права, но выглядит оно именно так. Ну, как я поняла, ДМС-эмульсия, они же, ну, как это их патент, да, я как понимаю, это запатентованное вот это вот. И они говорят о том, что ДМС-эмульсия – это эмульсия на лицетине с физлипидами. Все. То есть лицетин, физиологические липиды и все. И как бы... А теперь посмотри составе, покажи здесь физиологический липид. Ну, есть церамид, есть сквалан. Ну, хорошо. Наверное, тоже есть нежиженные кислоты. Лицетин. Ну, короче, суть в чем. То, что я не пишу, что это безэмульгаторное... Ну, это лицетин. Ну, так, а лицетин что это? Это ПАВ. Это, наверное, активное вещество. То ли его отличает от всех других того же оливома, только то, что он у нас есть в клетках, да? То есть у нас есть, он в живых организмах присутствует. В таком вот виде, в принципе, да? Ты знаешь, как продукты без консервантов, которые просто... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. То есть для меня это где-то та же история. В какой-то степени, как бы, я с ним и согласна, что это не прямой какой-то эмульгатор сидела, но он же держит масло и воду. Ну, он считается, типа, физиологичным. Но это эмульгатор все равно. То есть тут немножечко такая вот игра с понятиями. Ну, легкие, знаешь, такая пудра маркетинга. Ну, я бы не сказала, здесь такая достаточно основательная. Разве что где-то есть какие-то исследования, что, типа, лецитин – это действительно не эмульгатор, да? То есть, ну, с другой стороны, я тогда не понимаю, как у них каприловые триглицериды сквалан держатся с водой. Тогда это не эмульсия у нас получается. Это какая-то, ну, не знаю, какая-то другая форма чего-то там. То есть это, в принципе, не эмульсия. То есть где-то у нас есть какая-то игра понятиями, где-то что-то, ну, короче, граммитно сделаем так, чтобы докопаться на самом деле. Да, как бы и можно докопаться, но как бы и нельзя докопаться. Потому что это же наш патент, мы описываем как хотим. Если вам наше описание не нравится, ну, так идите куда хотите, у нас патент, не подходите к нам, у нас патент. То есть это где-то выглядит для меня вот так. Это как с Солоплексом было в свое время. У нас такая вот технология, мы восстанавливаем связи, тра-та-та-та-та-та, ну, вот эти все истории. В общем, в чем суть? То есть я вообще в своей жизни прихожу к тому, что чем проще продукт, чем лучше качество сырья в нем, тем он лучше будет работать. То есть в какой дормовидус подошли к ситуации вот так. Мы и так, женщины, наносим на себя всякую херню, да? Поэтому наша кожа такая думает, боже мой, как вы меня задолбали, боже, дайте мне спокойно пожить. А сделаем-ка мы простой крем, там, с 10 компонентов условно. Поэтому плюс, вот этот гидрогенизированный лицетин, он сам по себе является, да, и функционалом, и активом. То есть он в любом случае будет супер восстанавливающий, супер увлажняющий, супер классный. Но это тот крем, который никогда не закроет действительно какие-то супер траблы с кожей, пигментация, акне и так далее. Ну, нет, да, он чисто вот увлажнить и восстанавливает. Базовый, супер базовый. То есть если вы, к примеру, бахнутая на кислотах, то есть вы их используете, вы их любите, и при этом у вас идут какие-то раздражения, жжение, краснение, но вы всё равно не хотите отказываться от этих кислот, потому что, ну, как бы, кислоты – это лучше, и кислоты нужно рекомендовать всем, как сказала одна небезызвестная блогерша в своём интервью, что кислоты нужны всем. И я такая, ага, кислоты нужны всем. Не знала. Так вот, это тот крем, который поможет вам восстановить вашу несчастную кожу, который просто кричит, пищит и говорит, отстанет, не пожаловать. Я к вам восстанавливала кожу у меня на шее после сыворотки SkinCeuticals, которая была, помнишь, с афиртом на первом месте. Да-да-да. Вот. И вот целая банка ушла, и как раз тогда моя шея, ну, хотя бы она пришла, знаешь, в более-менее адекватное состояние, потому что, чтобы я туда не мазала, всё было просто… Ты мажешь, а кожа просто сходит с ума. Поэтому я вот срочно эту банку… Мне просто было счастливо, что она у меня оказалась в тот момент, и я вот только эту банку, только туда до последней капли, и всё восстановилось, по крайней мере. Ну, по крайней мере, слава богу, что она у меня рядом. Я, кстати, хотела тебя спросить. Вот мы с тобой разговаривали, опять, по поводу гидрогенизированный лицетин. И лицетин я тебе скидывала в состав крема, где также заявлялось подобие ДМС. Ну, понятное дело, что они не могут заявить у себя ДМС, потому что это патент, но они как бы говорят, что это подобие ДМС. И у них как раз-таки подобие ДМС не на гидрогенизированном лицетине, а на обычном лицетине. Я тебе говорила, что даже крем пахнет, как вот пищевой лицетин, который вот заказываешь с Ахерба, да, там, пить и добавлять, да, вот он пахнет вот этим вот, ну, конкретно вот этим вот лицетином. Имеет какое-то место различие между гидрогенизированным лицетином и обычным лицетином? Смотри, я тебе обещала посмотреть это всё, но мы, у нас было три дня обучения GMP, чтобы производство как бы сертифицировать. И я, честно, я была вчера просто не в состоянии, но смотри, я расскажу, скажем так, частично свои домыслы, но я потом обязательно этот вопрос посмотрю, я, у меня есть документы на разные типы вот этих эмульгаторов, я тебе просто скажу более конкретно уже, права я или не права. Но для чего используется гидрогенизация любого, там, не знаю, жира? Потому что лицетин – это у нас всё-таки в первую очередь жир, который могут добывать из яйца, из подсолнечного масла, то есть там разнообразные продукты, где его какая-то, условно, коммерчески выгодное количество, чтобы это было эффективно, чтобы этот лицетин не стоил как крыло самолёта. Суть в чём? Гидрогенизация позволяет стабилизировать жир, да? То есть у нас есть, к примеру, там, не знаю, гидрогенизированное касторовое масло, в котором, да, изначально в природном состоянии есть ненасыщенные жирные кислоты какие-то, да, определённый набор их. Для того, чтобы его стабилизировать, чтобы оно, к примеру, не прогоркало, чтобы у него там поменялось какие-то физические данные, его насыщают водородом, да, то есть что такое гидрогенизация? Это когда берут вот H2, да, водород, и его насильно, там, с помощью каких-то катализаторов, либо там давления, там, по-разному, по-моему, есть какие-то технологии, уже честно не вспомню даже, насыщают ненасыщенные связи, то есть, да, у нас тут карбоновые. Углеводородные цепочки, да, у нас вся жизнь же построена на карбоне, и у него четыре связи, и где-то между какими-то водородами у нас есть две ручки, три ручки, да, то есть они между собой соединяются. И вот эти двойные и тройные связи, они являются, скажем так, ударными. То есть, если с ним, если продукт, например, взаимодействует с воздухом, скорее всего, вот эти двойные и тройные связи, они разорвутся в первую очередь, да, то есть к ним присоединится кислород, да, и у нас получится, к примеру, кетона, то есть оно начнет продукт портиться, окисляться, то есть процесс окисления в любых маслах, в любых жирах всегда начинается вот с двойных-тройных связей. То есть, когда мы насыщаем водородом, да, вот эти связи, они раскрываются, ну, одна отпадает условно и присоединяется водород, да, вот тут вот у нас углеводород, они были вот так вот соединены, две ручки, у них осталась одна ручка, и по одной ручке у них вышли с водородом, да, то есть у нас разорвалась двойная или тройная связь, она стала ординарно стабильной. И связь вот углерод-водород, она стала суперстабильной, и разорвать их достаточно сложно, то есть там нужно приложить просто дофигища усилий. Когда это произошло, у нас что может произвести с продуктом? Первое, он становится стабильным, у него меняются физико-химические свойства, то есть продукт становится более инертным, да. Почему у нас касторовое масло в обычном виде? Это жидкость, ну такая, достаточно плотненькая, но жидкость, да, она так вот приливается. А гидрогенизированное касторовое масло, это уже баттер, то есть насытили, он стал твёрже, чем больше насыщенных связей, тем твёрже продукт, но при этом он стабильный, да, тоже кокосовое масло, там масло, ши, то же самое, да. Вот чем твёрже продукт, тем меньше в нём ненасыщенных связей. Так вот, как выглядит, в принципе, лецитин в чистом виде? Это, мы видели, порошок есть, а есть жидкость, и то, и то лецитин. Для чего лецитин насыщают, да, то есть делают гидрогенизированным? Для того, чтобы вот эта жидкость, она не окислялась. Лецитин очень быстро, в принципе, ну как быстро, ну так, нормально окисляется, как какое-то, ну там, не знаю, подсолнечное масло нерафинированное и так далее. И вот его насыщают, чтобы оно, в принципе, не окислялось. Это первый вариант, ну, то есть, чтобы он не портился, это первый момент. И второй момент, гидрогенизированный лецитин, он будет обладать чуть-чуть другими свойствами. То есть он будет более стабильный, и при этом, скорее всего, он будет, как это сказать, лучше эмульгировать, возможно, у него будет лучше текстура, у него не будет запаха, прогорклости вот этого лецитина, да, специфического. То есть ему придают чуть-чуть других свойств. Скорее всего, это более стабильные первые, и второе, возможно, каким-то образом чуть-чуть меняется структура, какое-то строение вот этого лецитина, он что-то лучше эмульгирует, либо делать меньше капелька. То есть вот такие вот варианты. Это мои чисто логические умозаключения. Потому что обычно на лецитины, вот эмульгаторы обычные, жидкие, которые я встречала, чаще почему-то встречаются в косметике именно с жидкой. Это такая вязкая, похожая на супергустой мед какой-то структура. Они все вонючие, они не очень комфортные в работе, и они хуже эмульгируют. А вот эти порошковые гидрогенизированные лецитины, с ними, конечно, сработать, это нужно просто там все нервы мира потратить, наверное, нагреть его там чуть ли не до 100 градусов, но при этом сами эмульсии, они выходят более красивые, более гладенькие, они впитываются легче. То есть, скорее всего, гидрогенизированный лецитин, он просто обладает более такими лучшими текстурными и потребительскими качествами, и, скорее всего, он запаковывает это все в более мелкие молекулы. Вот это, скорее всего. Опять же, это мои личные предположения, но, скорее всего, они правдивы, потому что это обычный как бы химизм вот этих продуктов. Поэтому для каких-то более дорогих продуктов берут именно гидрогенизированные лецитины, потому что они просто потребительски вот лучше. Но, опять же, сработаться с ними это достаточно тяжело, потому что есть определенная специфика, и если технолог справляется с лецитинами, делает крема на них, значит он крутой. Либо второй вариант, технолог, нафиг мне так заморачиваться, страдать этой фигней, если я возьму тот же оливаем, ну, то есть как бы ленивый. Плюс в чем момент? Если обычный лецитин стоит там 15-20-30 евро килограмм, да, смотря какое качество, там из чего он сделает, то гидрогенизированный стоит уже 200 евро. А есть какая-то принципиальная разница для кожи, ламеллярная эмульсия будет на лецитине, на гидрогенизированном или на оливеме? Скорее всего, будет разница в качестве восстановления кожи. Потому что, смотри же, все липосомы, в принципе, делаются на лецитине, либо на гидрогенизированной лецитине. Да, ну да, я, получается, правильно предполагаю, это просто запаковываются более мелкие структуры. Точно, это же липосомы по факту выходят. Ну, как бы, типа липосомы, типа. Потому что липосомы, там другая система, там оно крутится, заворачивается, переворачивается, там еще своя система есть, там еще их не так просто сделать. Но типа в целом, я думаю, что, скорее всего, это более мелкие капельки вот эти, которые более глубже проникают. Поняла. Поэтому вот этот крем, он такой прикольный. В чем суть вообще любых вот нормальных корнеотерапевтических кремов? То есть в них не будет активов никаких. Ну, это хорошая база. Но при этом, если вам нужно, там, не знаю, какие-то возрастные изменения корректировать, пигментации, ну, конечно, вы этим ничего не скорректируете. Но если вы любительница поиздеваться над своей кожей, это смотря кто и что ищет, у меня активы всегда в сыворотках. От крема мне нужна база восстановления, брахетиста. Ну, это прекрасная таксида. Да. Это, на самом деле, супер правильно, потому что, ну, у примера, я очень ленивая. Боже, я такая ленивая стала. Мне кажется, чем старше я становлюсь, тем я ленивее становлюсь. То есть тебе надо просто, чтобы все было в одном креме. Вот я готова умываться, и все. Ну, то есть и нанести крем какой-то. Все это на данном, ну, просто у меня очень много работы. Я вечером прихожу, я вот это вот так вот ложусь. У меня кошка с собакой прыгают. Я такая лежит, думаю, а если бы у меня еще ребенок был, я бы, наверное, вообще с ума сошла. Поэтому о какой косметике вы вообще говорите? Но при этом у меня есть порывы, когда, блин, я пользуюсь все время косметикой. То есть я готова и в обед пользоваться раза три-четыре, и утром, и днем, и вечером, и сто пятьсот масок нанеси. То есть у меня такая, я истинная женщина. Ну, короче, но в целом, вот, у меня либо четыре сыворотки за раз, и какой-то супер-бейзи крем, либо такой крем, что можно, не знаю, там, одну каплю нанести на влажное лицо, потому что сильно много активов. Давай уже следующий крем. А почему все так любят этот бренд? Объясните мне. Слушай, я не знаю, я просто попробовала, потому что было очень много восторженных отзывов от людей, грубо говоря, с моим типом кожи, которым я доверяю, да, и как-то вот, ну, я, мне же все интересно, мне же все мало косметики, я решила вот найти что-то, что мне будет интересно. И плюс я люблю ламеллярные кремы, а производитель на своих обучениях заявляет, что этот крем у них ламеллярный, поэтому, как бы, ну, я решила, что мне надо. Ну, в целом, как бы он не соврал, состав очень хороший, мне очень сильно нравится здесь, достаточно большое количество хороших таких не суперактивных компонентов, ну, то есть это не тот продукт, который, скорее всего, дает такой какой-то быстрый классный результат. Он тоже, можно, невзирая на то, что у него много актива, он такой многокомпонентный, он непростой, но он при этом не дает каких-то супербыстрых результатов, то есть это не ретинол, да, это не ретиноловый продукт или не кислотный. Но чем он мне понравился? Ну, конечно же, камбучка. Ну, как, камбучка, может, не понравится. Нравится, да. И акваксил. Ну, это ж, не знаю, тут этот крем, он на самом деле, собрал в себе достаточно большое количество, ну, любимых мной активов. То есть здесь, опять же, есть вот этот гидрогенизированный лецитин. Ну, то есть изначально люди запарились, да, тут есть пельмитиновая кислота, это, скорее всего, какой-то комплексный эмульгатор, какой именно, у меня почему-то крутится в голове, но я не могу вспомнить, скорее всего, это что-то с Лукаса Майера, в случае, у меня есть такой производитель французский, называется Лукас Майер, и у них есть большое количество классных гелеобразователей, таких типов, как Экогель, на них очень большое количество крутых сывороток сделано, там тоже лицетиновая основа, как раз там лицетин, пололанг, сентангам, склеротиумгам, это не дешевый гелеобразователь, но делает такие потрясающие текстуры, просто, ну, так быстро впитывается, у меня есть сыворотка на нем сделанная, и этой формуле лет шесть, наверное, она топ-продаж у моих клиентов, кто ее покупает, у нас на контрактной основе, просто, ну, как бы, ну, космическая, и лицетинный эффект дает дополнительный, ну, то есть, как бы, куча всего, вот этот производитель, у него есть тоже ряд лицетиновых эмульгаторов, и у них есть база для липосом, то есть, что они сделали, они продают по факту лицетин какой-то определенной переработы, ну, еще с чем-то, не помню уже точный состав, если его засунуть в гомогенизатор, закрутить хорошо, туда что-то влить, ты сам можешь делать себе липосомы, и липосомы с нужным, да-да-да, биофилик какой-то, и вот эти липосомы засунуть себе в крем, то есть, как бы, ух, но это надо действительно иметь хорошее оборудование, потому что, как показала практика, то, что делает, ну, условно, да, хендмейт дома, это, ну, как бы, оно не раскручивается до таких мелких частичек, чтобы это все туда закататься, то есть, ну, технологически, просто в домашних условиях, без гомогенизатора невозможно сделать, именно ротор стартера, да, важный момент, потому что нам идет разрыв частиц, так, в общем, а сколько он стоит, кстати? По-моему, что-то в районе 7 тысяч, если я не ошибаюсь. А, ну, в принципе, ну, то есть, если он где-то так стоит, в принципе, это нормальная цена для такого состава, опять же, состав очень чистый, мне нравится то, что сейчас многие бренды идут к чистым составам, то есть, они не используют какой-то максимальной дичи, она может быть пробежаться немножечко так, ну, так, лапку доставала, да, где-то какой-то след, и все. В целом, крем должен быть очень комфортный по текстуре, здесь большое количество хороших эмолентов, именно хороших, вот этот триглицериды, C10, C18, это, кстати, загуститель очень хороший, при, ну, это в физическом виде такие гранулки кругленькие, либо плоские кнопочки, смотря какой производитель, которые классно загущают ламеллярные эмульсии. Какая у нас самая большая проблема ламеллярных эмульсий, кстати? Какая? Их невозможно сделать суперплотными, это надо так заморочиться, это надо какие-то синтетические полимеры и так далее. Поэтому иногда, вот у меня, к примеру, там есть крема, который мы производим на ламеллярной основе для тела, и какое-то время в начале, когда там производитель начал их выпускать, боже, разбеливает, белит и так далее, при этом хотят, чтобы был крем такой, знаете, чтобы можно было как вазелином размазаться. Но я говорю, у вас есть выбор, либо мы загущаем, он остается такой же густой, как вы хотите, но он будет разбелит, потому что это ламеллярка, ламеллярки в основном они все белят. Либо же он будет более жидкий и не будет белить, но это будет оставаться та же ламеллярка. То есть вот все такие тугоплавкие продукты от C10, C18, триглицериды, в ламеллярных эмульсиях, они работают как загуститель, поэтому этот крем может белить, скорее всего. Да, он немножко белит, пока ты наносишь, но это, знаешь, буквально там. Ну, кстати, один из таких ярких признаков ламеллярной эмульсии – это разбеливание. Ну, это так. Если там еще нормальное количество активов и жирной фазы, обычно в таких продуктах их, ну, как бы адекватный состав, то вот это разбеливание, оно будет присутствовать, и вы от этого никак не уйдете. В общем, суть в чем. Здесь, а, ну, тут вот есть этот лизолицитин, склеротиумган, ну, тут вот как раз, по-моему, эко-гелий есть. Тут полу-ланда, здесь есть эко-гель в составе. Тоже этот крем будет, он, скорее всего, очень, ну, он достаточно, ну, такой, может быть, средней плотности. Да, да, да. Он будет приноситься, хорошо впитываться. Да, хорошо увлажняет, и все. То есть это базовый крем, невзирая на большое количество каких-то активных компонентов. У них есть вот этот тоже антиполюшин актив биссахарид гам-4. Он борется с внешними загрязнениями, то есть если вы живете в городе, у вас есть стрессы. Вот этот крем вам очень хорошо подойдет, при этом всем этого актива здесь достаточно большое количество, то есть здесь нормальный вод. Плюс здесь есть ферментированный ресвератрол. Да, вот он. Ра-та-та. В чем у него суть? Любой ферментированный продукт, он легче воспринимается нашей кожей. То есть этот ресвератрол работает очень классно с любым типом кожи. Он чуть-чуть будет являться даже пребиотиком, потому что его бактерии переработали, и он будет питательной средой, в принципе, для каких-то бактерий. Ну, естественно, я же уже говорила, комбучка, великация, уплотнение кожи, сияние кожи, проблемная кожа. Я когда великацию, я там комбучки, целых пять, по-моему, средств с комбучкой нашла. Ну, вот на самом деле я делала формулу, вот то, что я тебе скидывала, ретинил-пальметат. Я же сразу, там такие описания производители дают, думаю, боже, я же с формой ретинола, я и ретинол, это вообще, ну, типа... С возрастом все приходит. Все мы приходим, так или иначе, к ретинолу и так далее. Ну, это из-за тебя, это из-за тебя, но суть в чем, если его взять пять процентов липосон, ну, максимальный вот, все заработает. Положить туда комбучку, положить туда коксила много, положить туда сепиковских каких-то активов, боже, что я туда положила, а центеллу сепиковскую, то, конечно, тут звезда будешь. Правда, непонятно, это ретинол работает или все остальное, но в целом, как бы, эффект мне очень понравился. Поэтому, вот этот крем, это супер... А, ну, он даже называется антиполюшен. Короче, очень хороший крем, я думаю, он очень зайдет в жирной коже, которая такая, достаточно сильно обезвоженная. Если у вас даже есть чуть-чуть высыпания, скорее всего, он чуть-чуть будет работать с высыпанием. Но в такой, трошки, ну, это, долгосрочный. Да, это как дополнение к активному уходу, то есть хорошая база. Да, и вот этот крем, кстати, можно сочетать с достаточно активными сыворотками. Прям он будет суперсчастлив, он будет дополнять какие-то сыворотки, которые, к примеру, подсушивающие, те же кислотные продукты. Плюс здесь есть пантенол, по-моему, в форме пантетеновой кислоты. Или нет? Нет, мне показалось. А, нет, пантенол, а не просто пантенол. То есть, опять же, восстанавливать, заживлять будет хорошо. Ну, не прям, чтобы хорошо, но нормально. Жить можно. За такую цену можно всё. Любимый Ахёрп. Ну что, это вообще один из самых ходовых корейских кремов. У них, в принципе, Атапалм, я как поняла, это такой большой концерн корейский, да, у них там есть Атапалм, Риал Берри, Зероид, как-то ещё какие-то бренды. Они все, у них идут на ламеллярные эмульсии. Я их вот как раз-таки, вот этот вот, сейчас я тоже включу себе карандаш, вот я находила исследование вот на этот вот их эмульгатор, в котором они, типа, делают ламеллярную эмульсию. И на Папмеде достаточно большое количество исследований касательно именно вот этого эмульгатора, да, и вот этой всей ламеллярной, ламулярной. Ну, ты знаешь, за три копейки, ну, по-большому, я, конечно, понимаю, что сейчас многие мне скажут, Алиса, три копейки это для тебя или там ещё для кого-то, но, как мне кажется, он стоит в районе тысячи с чем-то рублей. Если ты его будешь покупать от, вернее, из Кореи заказывай, да, там, с тех же Style Korean, это можно там купить даже дешевле тысячи рублей. Мне кажется, что, ну, как бы, это не такая. Ну, это недорого, это, я считаю, очень бюджетно. Ну, как бы, ну, да, опять же, для всех это относительно дорого, дешево, это всех, как бы, судят по себе. Но, в целом, если нужен, вот, это тот случай, когда, да, вы можете, вот, это как этот, как C-RV или C-RV, как-либо. Да, да, C-RV, C-RV. Только, если у C-RV, у них есть одна большая проблема, у них главный эмульгатор в всех кремовых текстурах, это БТМС, это катионный эмульгатор, то в этом случае, и это прямые все эмульсы, то этот случай, вот, если выбирать между C-RV и отопалмом, я выберу отопалм. То есть, это тот случай, когда вы крем для лица можете использовать, и его не жалко, в принципе, использовать по всему телу. Ну, да, там и банка, по-моему, 100 мл, ну, то есть, как бы, у тебя лицо, шея, декольте. Мне похожий состав очень сильно давала мой мастер по депиляции, я делаю сейчас электродепиляцию, и кто не знает, это, конечно, супер-классная процедура, ну, бляха, но она вообще нифига не приятная, потому что и раздражение остается какое-то, и там ранки даже иногда бывают, если где-то воспаление какое-то было, и волтос. Кто не знает, электродепиляция, это когда есть такая маленькая иголочка, и мастер вводит вот прям там, где волосина растет, и так пуньк, прям в пору так трыньк, делает электрический разряд и вытаскивает волосы. То есть, там идет ожог конкретный. Но это единственная форма удаления волос, которая действительно является безопасной и навсегда, но неприятная, скажем так, нужно обезболивание делать. Если что, если кто не знал, попробуйте, кому надо. И это для блондинок очень классно, то есть, у кого есть какие-то проблемы с волосами, нужно удалить что-то навсегда, попробуйте, но больно. Так вот, мне похожий крем для восстановления давали, то есть, электроэпиляция, ну, хоть и говорят, что там, ой, это безопасно, ну, нифига, такие боли, так все болит, печет. И вот мне дали вот похожий кремчик по составу, мастер просто насыпала в баночку или сошетку, я уже даже, если честно, не помню. Нанесла, и оно так хорошо восстанавливает, поэтому, если у вас нету бюджета, там, 30-50 долларов на классный крем, и вы хотите, скажем так, купить максимально классный, эффективный базовый крем, который закроет эффекты потребностей жирной сухой кожи, это тот вариант. Он недорого, 100 миллилитров за такие деньги, ну, не знаю, это как бы, мне кажется... Вот я тоже считаю, что за 100 миллилитров за такие деньги у меня прекрасный вариант. Состав достаточно, ну, то есть, нет, он чистый. Тут есть момент, есть тут масло сандалового дерева, это, скорее всего, эфирное масло, может быть у кого-то раздражение. Хотя сандал, он достаточно такой успокаивающий, имеет свойства, но в целом он может давать какие-то, там, выключи, там, пожалуйста. Он может давать все равно, ну, эфирное масло, какие-то раздражения и так далее, все равно может быть. Здесь есть большое количество нормальных липидов, то есть масла виноградных косточек. Прекрасное жирное масло, которое подходит к коже, которое, там, склонное к высыпаниям, там, где нужно разжижить севу. Жижеба тоже замечательная. Это не масло, это воск, правда, дает защитные функции, плюс текстуру он хорошую дает. Кто, кстати, не знал, что подсолнечное масло одно из самых подходящих нам под наш барьерный, под наш барьер масло. Оно, по-моему, считается самым первым. При этом это было доказано еще, там, в 70-е, 80-е годы по исследованию, какое масло больше, там, или по составу липидов. Вот этот момент уже забыла, если честно. Но суть в том, что подсолнечное масло, на самом деле, почему на нем делают гидрофилки? Не только потому, что оно дешевое, оно еще достаточно классно себя ведет в отношении нашей кожи, то есть оно меньше размывает липиды. А если оно что-то размывает, оно туда-назад запихивает их. В общем, суть в чем? Если у вас нету много денег на косметику, но вы хотите, чтобы у вас был чистый состав, и вот тут даже есть бета-глюкан, да. Это, я сомневаюсь, что это какой-то суперфармацевтический, суперактивный, но он все равно будет успокаивать. Любой бета-глюкан, он дает успокаивание, я говорю. Поэтому этот крем вообще, по-моему, идеальный. Ну, 100 грамм. Ого! Я всегда в самой непонятной ситуации, когда мне говорят, что вот у меня есть суперограниченный бюджет, и мне надо, чтобы как бы крем был максимально, вот чтобы совсем, и чтобы вот прям вот... У меня всегда только он в голове, первая мысль. Потому что, ну, за такие деньги, мне кажется, прекрасный вообще вариант. Чем отличается пантетеновая кислота от пантенола? Ну, это чуть-чуть разные формы, они чуть-чуть разно будут работать. Честно, мне, к сожалению, не попадалось в чистом виде пантетеновая кислота, но насколько я там читала, мне рассказывали мои коллеги, пантетеновая кислота, она более эффективная, как я понимаю. Но, к сожалению, мне не попадалось с ней работать в чистом виде. Поэтому, увы и ах. Но они по-разному работают, у них, по-моему, даже воды разные. Да, электроэпиляция прикольная штука, но вот этот есть момент, что действительно вот, ну, неприятно. И при том всем, что я вообще, я очень терпеливая, я могу выдержать, мне мезотерапию как бы делают. Витамины группы В, без этого, они очень болючие, кто не знает, витамины группы В, они вообще супер больно колятся. Я выдерживаю без анестезии. То есть я такой крепкий человек, но тут я не выдержала. Так, идём дальше. Это тоже я видела, Алиса, у тебя какая-то новиночка, что-то как-то. А, это ты же мне его кидала, вот типа ДМС эмульсии, да? Нет, это у бренда два крема, один идёт для сухой возрастной кожи, он идёт, заявлен как жидкокристаллическая эмульсия, а второй, вот то, что я тебе скидывала на лицетине, он заявлен как, ну, подобие ДМС. А вот этот, они заявляют жидкокристаллическую эмульсию, я как понимаю, она достигается оливэмом. Тут не только оливэм, на самом деле, работают. Тут в целом, он, насколько я знаю, не очень дорогой. Это русское производство. Да, 3300. Ну, я вам скажу так. Если вы хотите поддержать отечественную производителя, покупайте этот крем, потому что состав мне, на самом деле, очень сильно понравился. Здесь, опять же, есть вот этот, видите, церамид-комплекс. Я вначале говорила, церамиды производства эвоника. Вот здесь они, эти церамиды действительно очень классные. Здесь ещё есть вот этот содиум лаурил арктилилат. Я так понимаю, здесь чуть-чуть как эмолент идёт, и как эмульгатор, чтобы вот это всё в безобразии собрать, потому что это такая густая жижа, похожая на кефир, опять же, повторяюсь. Но в целом вот этот комплекс, он очень классно восстанавливает барьерные функции, это раз. И второе, увлажнение кожи действительно со временем становится лучше. Плюс, сейчас, да, это у них, они взяли оливы, то есть у них за счёт оливы действительно идёт ламеллярная эмульсия. Сказать, что мне нравится, ну, типа жирная фаза, я не скажу, что мне нравится, потому что, ну, как бы масло конопли, оно классное, оно для проблемной кожи будет очень хорошее, для жирной кожи, оно прям топчик, особенно если они какое-то недешёвое купили. Даже отечественным производителям масло конопли, ну, у нас классное и в России, и в Украине. И, ну, типа масло органы, сезамы, и ни одного какого-то эмолента, это чтобы его как бы чуть-чуть облегчить, сделать интереснее текстуру. Чуть-чуть вот тут вот технолог, кстати, вот поленился, либо не захотел, даже те же самые каприловые триглицериды, они усиливают стабильность крема, то есть минус вот этого крема, к примеру, он может прогоркнуть. И достаточно быстро. Это так, на минуточку. В целом, состав классный, то есть тоже достаточно чистый, они даже, вон, я вижу, янтарную кислоту положили, чтобы усилить клеточное дыхание. Это в последнее время мне почему-то янтарная кислота всё время попадается, все её хотят сейчас, я не знаю, кто-то, наверное, что-то с янтарной кислотой выпустил. Дайте нам янтарную кислоту. Можно дышать различными частями своего тела, и клеточное дыхание тоже всем нравится. Опять же, они положили лецитин для того, чтобы сделать вот это восстановление, барьерных функций ещё больше усилить, потому что клетки снова такие. И сот, я даже знаю, какой у них тут сот, чьего производства, ну, я догадываюсь. И тут он в нормальном воде, то есть здесь его не пожалели, то есть в целом, если хотите, крем не перегружен активами, то есть в принципе здесь ничего лишнего нет, я бы даже чуть-чуть добавила вот этих эмалентов, чтобы просто сделать более... Я так поняла, позиционирование бренда – это именно база. Да, это именно базовый крем с антиоксидантными свойствами. Он будет классный, то есть он подойдёт, он супер будет, кстати, достаточно будет универсальный, но я думаю, тут текстура немножечко подкачивает. Ну, ты знаешь, его не пробовала, я пробовала тот, который просто на лицетине, который я тебе скидывала, состав. Он лёгкий, он заявлен для жирной кожи, хотя мне кажется, он абсолютно, ну, то есть нормальная, комбинированная, жирная, если вот этими стандартными делениями делить. Он достаточно такой лёгкий, он не белый, не прозрачный, такого, знаешь, слегка... Ну, не жёлтый, я не могу сказать, но знаешь, как вот... Полугелевый какой-то. Ну, да, да-да-да-да-да-да. И пахнет он конкретно лицетином, ну вот. Ну, это, скорее всего, не какой-то, может быть, пищевой взяли. А может, кстати, я прошу прощения, я, наверное, не ехала на этот бренд зырям, потому что, по идее, вот этот супероксид дисмутаза, то есть сод, она, скорее всего, может предугадывать окисление вот этих жиров, но я сомневаюсь. То есть у вас тогда работа сода пойдёт не на то, чтобы работать у вас в коже, а на то, чтобы работать на сохранение свойств крема. Да, это будет очень сильно жалко, потому что сод для кожи – это прям топчик. И его, кстати, не очень часто встречаешь в кремах, как ни странно. В профке нормально так, а вот… Я просто считала, что супероксид дисмутаза такая достаточно капризная. Да, да. С ними так просто работать. Есть липосомальные формы, с ними легче. А вот это тут, да, тут есть своя специфика, поэтому многие технологи просто не хотят заморачиваться. Ну, мы поняли. Если хотим поддержать отечественного производителя, то, в принципе… Ну, с другой стороны, я не знаю. Мне кажется, за 3200… Ну, хотя я, может быть, слишком предвзято отношусь. Нет, ну, на самом деле, ты предвзято относишься. Хочу просто сказать. Ребята ещё сделали вакуумник. Ну, нет, да, здесь я согласна. Упаковка как бы… Тут придраться не в чем. Да, вакуумник стоит от 1 евро на минуточку. То есть, как бы уже, ну, немаленькая цена заложена. Плюс хороший сот, он тоже стоит денег. Вот эти церамиды, они тоже. То есть, здесь, в принципе, цена, я считаю, полностью оправдана. Да, да. Она полностью оправдана, поэтому… Можно было бы, конечно, что-то дешевле сделать, но… Всем же хочется скидочек. Понятно. Едем дальше. Ваня Крем. Я сейчас спрашиваю, что это Ваня Крем. Я просто его называю Ваня Крем. Да, ну, Ваня Крем. Крем Ваня. Крем Ваня, да, тысяча рублей. Это та же история, как вот этот от Атапаума, как похожая, только мне тут больше нравится упаковка, потому что это все-таки тюбик. Ну, да, здесь, по крайней мере, ты не будешь своим пальцем лазить в банку. Ну, поэтому, как бы, для меня просто вот эта открытая банка большая, для меня это ассоциируется с средствами для тела. Ну, вот у меня просто все, у меня башка уже… Нет, это нормально, потому что я тоже, мне кажется… Я когда вижу кремы, например, тех же самых институтов, которые они делают, там 3% комбучки, и он великолепен с точки зрения состава, но когда ты видишь просто вот эту круглую банку, у меня один вопрос. Ну, а что, не было в вакуумной упаковке? Ну, вот серьезно. И причем к нему в комплекте не идет даже лопаточка. Ну, мне тоже, мне вот это, кстати, потому что у меня в институте немножечко… То есть, ну, вы подразумеваете, что я буду это делать вот так вот пальцем или что? Или ватная палочка? Ну, простите, ватная палочка – это, ну, не экофрендли. Я сколько ватных палочек-то убью, пока этот крем использую? Ну, да, вот момент открытой банки… Ну, блин, сделайте хотя бы тубы уже. Тубы можно сделать совершенно потрясающие, красивые, офигенные тубы, даже вакуумные тубы есть. Да, да, да. Ну, такой момент. То есть, если бы я выбирала отопалный вот этот крем, я бы тут чубик взяла. Я вообще тубу очень сильно люблю. Причем любую, железную либо пластиковую. Тоже классный базовый крем. Тоже мало, ну, нет никакого АГ в составе. Тоже отсутствуют консерванты прямые. То есть, да, у нас тут капилил, гликоль, лександиол. То есть, минимизация каких-то раздражений. Вот, скажем так, вот это чуть-чуть, ну, не чуть-чуть, я бы отношу к корнеотерапии. То есть, наносите после кислот. Причем, кстати, большое преимущество корнеотерапевтических кремов. Их можно за счет того, что дозировать количество нанесения, делать легче, плотнее. То есть, если вам нужно поплотнее крем высухокожек, вы наносите его просто больше, либо второй раз наносите. Вот тут та же самая фигня. То есть, если у вас жирная кожа, вам все плотно, вы все потеете, вам некомфортно. Вы чуть-чуть его нанесли на мокрую кожу, разнесли, он замечательно будет разносить. Да-да-да. Если вы сухокожек, вы нанесли там раз, если вам мало, второй раз нанесли, и будет вог. Вы просто будете, ну, как бы счастливы. Я, кстати, себе этот крем заказала. Я надеюсь, что у меня есть. Я надеюсь, что у меня есть. Я надеюсь, что у меня всех на него. Но он достаточно прикольный. Опять же, здесь есть вот эти церамиды, состав церамиды хороший. Здесь есть чуть-чуть гиалуроновой кислоты. Хотя зачем она здесь, я не совсем понимаю. Хотя нет, понимаю. Там, скорее всего, высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Скорее всего. Я не уверена. Она может делать текстуру. Потому что высокомолекулярная гиалуронка делает очень классные текстуры. Они очень классно разносятся. Они такие прям красивые. Если вот ксантановая камень, она больше какую-то соплю делает, то гиалуронка, она делает вот на карбомеровые текстуры больше похоже. Поэтому, скорее всего, тут она выполняет именно функцию гелеобразователя в какой-то степени, либо стабилизатора. Плюс здесь есть фитостеролы. Я очень люблю фитостеролы. По той причине, что они, с одной стороны, и питают, и защищают кожу. При этом они ничего вам не забьют. То есть, в целом, вот если бы я выбирала, вставила крема в какой-то топ, я бы какой-то дермовидос поставила, потом этот, потом отопал бы крем поставила. Вот из таких вот самых простых по составу, да, базовых. Плюс цена. Цена и качество. Ну и последний, крем, это же тоже вроде корейца. Нет, Ceramidex это Америкосы. Это домашний бренд Ахёрба, насколько я помню. Потому что я на них смотрела, и всё время думала, о, корейцы какие-то. У меня был лосьон, он для жирной кожи очень хорошо. И я, ну мне просто было безумно интересно, я взяла его попробовать, думаю, если что, как бы у меня, я мужу даю, ну как бы он мне постоянно кремы просит, у него заканчивается, вот я ему выдаю новую банку. Тут я посмотрела, 170 грамм, думаю, ну это вообще просто, ну что ты понимала, это реально банище. И он плотный, ну то есть ты открываешь банку, и ощущение, что на тебя смотрит крем Невея. Такой плотный банк. Не меня, масло какао на первой стороне, это масло какао. Но я была настолько удивлена, что когда я на, все, короче, спали, мне надо идти на тренировку, все спят везде, где только расставлены мои банки. У меня была куча гостей в доме. И этот крем просто стоял в ванне, ну просто, просто там стоит полочка с кремами мужа. Думаю, ну ладно, намажусь, и ничего страшного не будет. Он впитался супербыстро, и то есть в принципе, ну мне было так комфортно. Я знаю, что многие сухокоджики его берут, вот им прям кайфово с ним. Ну то есть он, ну он прям такой, конкретно ложка стоит. Ну вот, я показала. Да ты, по-моему, недавно мне скидывала этот эмульгатор. По-моему, да. По-моему, именно его. Короче говоря, технология, наука такая интересная штука, что очень часто очень старые вещи, они остаются актуальными, скажем так, всегда. И вот стилфосфат калия – это один из тех эмульгаторов, которые будут актуальны, ну не знаю, наверное, еще лет 30-40, разве что там косметика перейдет совсем какой-то иной уровень, либо косметика исчезнет вообще, в принципе, как что-то, да, вот такое вот физическое. Это эмульгатор. Это, по-моему, преднейтрализированный эмульгатор, потому что он есть, ну, который нужно нейтрализовать. Это тот продукт, который делает ламеллярную текстуру, насколько я помню. У него супермаленький ввод, типа 0,1-1%, если не ошибаюсь, может, до 2-х, могу быть не права. И он делает достаточно классные текстуры, от спреевых до плотных. Почему крем вот у тебя легко впитался? Потому что здесь есть дементикот. Да, то есть они взяли большое количество масла какао, которое, в принципе, оно забивает поры достаточно сильно, но при этом у него суперкрутые защитные функции и свойства. То есть... Это такое, знаешь, мне кажется, это вот если брать какую-то... Просто очень часто меня спрашивают, мне нужен какой-то колд-крем, ну, там, знаешь, щёчки ребёнку помазать или там себе. Я живу на севере. И если уж выбирать, грубо говоря, между Нивеей, которая, мне кажется, уже, ну, как бы, ну, блин, ну, она имеет место быть. Я понимаю, что если ты живёшь на севере, даже вот у нас на севере Северской области, может быть, минус 46. И, наверное, если бы мне надо было выйти на улицу в минус 46, я бы не сильно выпендривалась. Я бы намазалась там в Нивеей и пошла бы. Но если есть альтернатива, да, безболее... Я пришла к тому, что не всем людям нужна альтернатива. Всё. Ну, то есть... Ну, это как бы там... Ну, плюс, понимаешь, его же нужно с Айхёрбой заказать. Они не находятся в магазине. Нет, Нивея, мне кажется, уже давно не видела. Либо я не обращала внимания. Нет, не обращала внимания. Ну, у меня вот девочка на работе, моя помощница. Ей 25 лет. Ну, как бы, естественно, у неё очень классная косметика. Которая раскрывает крем Нивея. Она сухокожая, и у неё склонность корзации. И вот зимой у нас было холодно. И она, когда ходила на работу, там, ну, вплоть выйти с машины, пройтись, там, либо на маршрутке приехать, она пользовалась Нивеей. Поэтому имеет место быть всё-таки до сих пор. Потому что, ну, доступно. Плюс это привык. Знаешь, с детства привык – это синяя банка. Мне кажется, она никогда у нас в доме не заканчивалась. Даже вот такие манипусники были, я помню. Ой, прошу прощения, мне тут решил разрядиться ноутбук. Я забыла вообще. Как будет? Ну, если, ну, чем примечательный этот крем? Потому что в нём есть физиологические, да, липиды, так называемые. Жирные масла хорошие. Каприловый триглицерид для того, чтобы облегчить текстуру. Диметикон. Церамиды. Опять же, конопляное масло. Линолевая кислота, то есть приветик витаминка F, приветик разжижения, себума и привет прекурсоры. Ну, в общем. Плюс, как бы, я вот в эти, конечно, экстракции, что тут написано, я в них не очень сильно верю, потому что мы понимаем, что в такой дешёвой кремни возможно положить какие-то супер тестированные активы. Ну, как бы, ну, давайте будем реалистами, да. Ну, это база. Ну, это какие-то обычные базовые экстракты, которые там сделаны. Всё равно там есть какие-то витаминки, какие-то там, не знаю, водорастворимые. Полифенолы, неполифенолы, ну, то есть нормальные. Плюс, ну вот, всё равно вот даже самый простой экстракт арники, самый дешёвый, он, к примеру, обладает успокаивающими, хорошими свойствами. То есть не прям такими мега крутыми, но всё равно он будет хороший. То есть это вот тот крем, опять же, если у вас нету материальной возможности пользоваться, там, кремами по 30-50 долларов, либо же вы просто не видите в этом смысла, вы не хотите... Да, ну, скажем так, даже проблемная кожа, жирная, если разобраться, ей не хватает липидов. Нет, мы Аквапарин сегодня Реджи Ди Кей не разбирали. Мы разбирали барьерные кремы, а всё-таки Реджи Ди Кей Аквапарин, он применяется именно как энхансер, он никаким... То есть в качестве самостоятельного крема он не особо там, ничем не поможет. Я вот, кстати, заметила, что с возрастом иногда хочется нанести себя два крема. Ну, у меня бывает такое, очень-очень редко, когда что-то чем-нибудь переборщило, бывает такое, что я наношу там самый кайфовый крем, какой у меня есть, проходит часа три, и я думаю, ай, нафиг пойду ещё раз намажусь, потому что прям вот кожа такая, дай ещё поесть, пожалуйста. Да, вот если вот, короче, суть в чём, закончим об этом креме. Если вам нужен базовый крем, если у вас там есть вредный муж, который после бритья там что-то с ним происходит, либо у вас в каких-то местах что-то не так после бритья происходит, потому что мы все как бы люди, у всех бывают раздражения. Это тот вариант крема, который всегда поможет. После вот каких-то там травматических процедур по телу, опять же, даже электроапиляция, там, даже лазерная апиляция, она тоже всё равно, она травматичная достаточно. У меня ожог когда-то был после, кстати, лазерки. Почему я её не делаю? Ожог качала я очень долго и очень дорого, поэтому я больше такое не повторю. Так вот, это суперклассный базовый крем, который, опять же, недорогой, и вот если вот не хочется пользоваться чем-то таким супер-супер-супер дорогим, ну там, кстати, он, знаете, под что подойдёт? Если вот закрывать какие-то кислотные продукты, мне кажется, он прям классно будет, только такие лёгенькие, типа на молочной кислоте, там миндальные кислоты, а вот такие вот не сильно ядерные, вот этот крем, он будет супер замечательный. И, кстати, в кабинете косметолога, в принципе, он имеет место быть тоже, потому что он классный базовый, но он будет универсальный, потому что, как показала практика, не все косметологи пользуются даже хорошим профессиональным уходом с нормальным составом, то есть вот этот состав очень даже хорош. Поэтому, кстати, есть среди базовых хороших барьерных кремов, пусть они будут так называться, да, то есть нормальное количество липидов, где есть какие-то водорастворимые активы. Есть что выбрать из хороших и дорогих, которые бесполезные, из дешёвых, очень даже полезных, классных. Поэтому всегда нужно смотреть то, что покупаешь, не бежать сломя голову, брать то, что вот блогер прорекламировал. Всегда посмотрите хотя бы чуть-чуть на состав, хотя бы его там, да, прогуглите, посмотрите. Я очень не люблю алкоголик, но он иногда показывает, да, там, красными своими вот этими хренями то, что не стоит брать. То есть сейчас очень много, я думаю, все заметили, что силиконов мало, инексиэтанола мало, каких-то больших концентраций. Они устраиваются быть clean beauty, чистенькими. Это логичными, потому что... Логичные. Да, они же не очень, на самом деле. Я вообще считаю, что хороший, уважающий себя бренд, он сейчас вообще на состав очень будет сильно смотреть, потому что, да, большая часть людей на это всё забивает. Но ты знаешь, как показывает практика, всё больше и больше людей начинают быть такими скин-интеллектуальными. Ну, то есть кто-то уже начинает там пытаться, смотреть состав, там, выискивать какие-то... Некоторых, конечно, знаешь, это бывает такое, что заставь молиться и лоб расшибёт, как говорится. Ну, то есть... И иногда в ТикТоке я периодически вечером сижу после работы, мозг расслабляй, у меня, конечно, вот это всё вот закручивается в такие трубочки, что я сижу, думаю, мама-мия, что вы рассказываете, когда пишешь человеку в комментариях, что, боже, почему ты такое рассказываешь и что ты несёшь. Недавно было сравнение... Боже, чего же было сравнение, какая-то барышня, консилер типа Шарлотт Тилбери, если не ошибаюсь, и какого-то типа условно Мэйбеллин. Типа вот нас магазины, магазины косметики обманывают, Шарлотт Тилбери 2,7 грамма консилер, а типа Макс Фактор или какой-то Мэйбеллин, там, 10 грамм. Ну, это, ребята. Да. Ну, мы как-нибудь и до этой темы тоже доберёмся. Мы с тобой, как всегда, давай на часок уже почти 2 часа. Да, давай на часок, да. Так что я надеюсь, всем было полезно. Я постараюсь посмотреть комментарии через пару недель под видео, поэтому... Да, оставляйте в комментариях, я сейчас это всё сохраню, залью на YouTube, оставляйте в комментариях на YouTube, что хотите ещё, какие, что будем дальше разбирать. Вот. А мы Лену отпускаем, дальше варить прекрасную красоту, а я буду заниматься заливанием. Мы такие реакторы после варок. И уже пойдут уже баньками уже 10 часов. Обычно в это время я уже вижу второй сон, поэтому... Всё, всем прекрасного дня, вечера и ночи, и всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok